Добрый день. Приветствую, коллеги. Если меня хорошо слышно и видно, пожалуйста, огонечки нажимаем. Все отлично. Рада вас приветствовать в такой майский солнечный день. Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Поздравляю вас с прошедшими праздниками и с наступающим великим праздником Победы. А сегодня мы поговорим о кинезиологии. Это о том, как наше тело, наш разум торжествует, когда тело работает в гармонии, гармонично и развивается. Наука кинезиологии довольно-таки молодая. Есть прикладная кинезиология в медицинском понятии. Это медицинское направление, которое некоторые считают альтернативной медициной, ненаучной, но она на самом деле очень сильная и очень интересная. А образовательная кинезиология – это как раз наука, которая помогает с помощью движений, активных движений, развивать мыслительные способности. Как детей, так и взрослых. Взрослым, например, для того, чтобы не стареть, дают какие-то упражнения. Например, вы видели вот такие упражнения двухполушарных. Это тоже кинезиология. То есть из науки кинезиологии выросло и это. Основные задачи кинезиологии в чем заключаются? Это балансировка и синхронизация межполушарного взаимодействия правого и левого. Развитие мелкой моторики, а это как раз то нужно, чтобы дети научились писать. Развитие речи и навыков письма и чтения. Что получается речь? Речь состоит из нескольких компонентов. Во-первых, это моторное действие, когда наши голосовые связки издают звук, выходит воздух определенный. Плюс у нас работают мышцы. Целый комплекс мышц, губ, языка, неба и так далее, при котором мы воспроизводим звуки. Мы сейчас это делаем легко, даже не задумываясь об этом, но ребенок, прежде чем научиться читать, он учится распознавать звуки, выговаривать эти звуки и лишь потом учится читать. Помогает кинезиология в развитии памяти, внимания и мышления. Формирование навыков для обучения. Определенные упражнения с умом подобранные помогают в этом. Повышается продуктивность деятельности. Иногда мы устали, даже для взрослых вы увидите такие прекрасные упражнения, которые можно сделать. И после этого включается энергия, вы начинаете более активно работать. Мы пойдем дальше, вы увидите кнопки мозга. Это потрясающее упражнение, которое поможет и взрослым, и детям. Помогают предислиликсии, стрессе, апатии. Если взять, то наукообразование наиболее сильно развиваться началось, вот кинезиология, нейропсихология, благодаря большим проблемам. Когда проблемы маленькие, ну мы не обращаем внимания, как бы само собой пройдет. Но когда есть детки с серьезными отставаниями, развития мозга, тогда начинают искать способы, как сделать, чтобы адаптировать этих деток к жизни, чтобы они догнали своих сверстников, чтобы имели возможность развиваться. Вот благодаря этому очень сильно начинала развиваться и кинезиология, и нейропсихология. Если взять, у них есть очень много схожих каких-то вещей. И получилось, что, оказывается, эти вещи очень полезны, эти упражнения, не только для больных детей, но и для обычных. А сейчас очень много возникает таких проблем, средней тяжести, так скажем, не сильной, а средней тяжести. Из-за чего? Из-за того, что дети мало двигаются. Они в основном живут в квартирах, мало лазят, у них очень мало сенсорного контакта. Если раньше жили большими семьями, ребенок перелезал с коленок бабушки на другого бабушку, дедушку, тети, дяди, было большое общение. Дальше они что делали? Они ходили на четвереньках, трогали, пробовали, это различные сенсорные ощущения получали. Теперь часто их сажают в манеж, и они лишены контакта. С одной стороны, это защита ребенка, обеспечение его безопасности, но эта безопасность не дает развиваться каким-то функциям. Вот благодаря этим упражнениям, которые предлагает образовательная кинезиология, формируются те недостающие качества, например, снимается эмоциональное напряжение. Есть определенные правила. Если мы посмотрим, то это очень простые. Во-первых, точное и четкое выполнение движений. Учитель показывает, воспитатель, взрослый, тот, кто работает с ребенком, точно показывает движение и следит за тем, чтобы дети точно это делали. К чему это приводит? Это первое начало произвольности действий, когда не спонтанно дети что-то делают, а осознанно, сознательно. Все упражнения очень простые, поэтому их можно выполнять в любом месте, в любое удобное время. Очень много упражнений невидимых есть, которые, казалось бы, не очень заметны. Заниматься нужно ежедневно, каждый день понемножку. Они оформлены в виде игры, потому что мы имеем дело с маленькими детками дошкольного возраста. Продолжительные занятия от 5 до 20 минут. И одно упражнение занимает не более 2 минут. Если больше, то и ребенок устает, и получается отторжение. Если он устал, у него отторжение от этих упражнений. Внутри комплекса можно порядок менять, и все упражнения нужно делать вместе с детьми, постепенно усложняя, увеличивая время и чуть-чуть привнося какие-то сложности. Из чего состоит чтение? Во-первых, когда ребенок читает, вначале мы что учим? Учим буквы. Эти буквы каким-то образом, буквы вообще-то абстрактная вещь. Как они связываются? Поэтому у нас каждая буква связана с каким-то словом. А – арбуз, Б – барабан. Вот таким образом мы пытаемся что сделать? Абстрактное привести, вот символьную систему привести в более понятное для ребенка осмысление сознания. Дальше. Эти буквы связываются в слова, а слова имеют смысл. И связываясь одно слово с другим, создает новые смыслы. Почему это важно? А почему я говорю? Часто дети уже даже в школе читают текст, и спрашиваешь, о чем текст? Они не осмысленны. Они не могут сказать, что они читали. Вслух читали, все правильно. Но мозг не воспринимает смысл прочитанных символов. Он вроде бы буквы прочитал, соединил их в слова. Какие функции мозга участвуют в процессе чтения? Это пространственные представления и ориентировка в пространстве. Сам человек, когда стоит, он видит это впереди, это что у меня сзади находится, что у меня впереди слева, справа. Эти пространственные представления очень нужны еще и во время письма. Почему на первых классах особое внимание обращают пропустить абзац с новой строки, две клетки пропустить и так далее? Это конкретные правила, чтобы сформировалось пространственное представление. Но самое интересное, что любое у детей представление начинается с большого, а потом маленькое. Дети, когда рисуют, вначале большое что-то рисуют, а потом маленькое. И мы будем видеть в кинезиологии, что каждое действие мы вначале делаем крупной моторикой, а потом уже мелкой моторикой. Нужна зрительно-моторная координация. Это когда мы смотрим на букву и произносим или пишем. Это то же самое. Моторика включается. Моторика и графомоторные навыки, слуховое зрительно и фонетика фонематической восприятия. Иногда дети допускают ошибки в письме, из-за чего? Потому что не точно слышат. Проблемы со слухом. Например, шеще с учениками, когда работаешь, смотришь, что у них не точно слышат шеще. Одно слышат, другое пишут. Если есть проверочные слова Б, П, это одно дело. Но они иногда путают В и Б. Это же не похожие по звучанию. Ну, не настолько похожие. Но они путают написание, потому что у В вначале вот эта фигурочка, у Б после. Это и визуальные восприятия, может быть, нарушено, и слуховое. Давайте не скажем, не будем говорить нарушено, а не развито. Память, особенно слухоречевая память. И сукцессивные функции, словарный запас. Сейчас мы разберемся, что это за слово сукцессивные функции. Сукцессивный способ – это последовательное восприятие информации, когда шаг за шагом. Сначала первое, потом второе, потом третье. Когда мы читаем, мы первую букву соединяем, буквы по очереди. Если мы их будем путанно соединять, как попало, то это не получится слово. И вот симультантный способ – это одновременное восприятие информации. Если, когда сразу образ воспринимается целиком, мы смотрим на картинку и сразу воспринимаем, а потом начинаем какие-то детали рассматривать. Если посмотреть, то это нормальные полушария, левые и правые. Более понятным языком мы с вами, наверное, вот вам более понятно, левые и правые или сукцессивные такие навыки. Ну что у нас получается? Левое полушарие – логическое, отвечает за сукцессивные функции, а правые полушария – за симультантные функции. И смотрите, что получается. Маленький ребенок, где-то до 3-4 лет, у него активно работает правое полушарие. Он воспринимает информацию целостно. Вот скажите, вы, наверное, наблюдали, что видео иногда в YouTube, в TikTok где-то выставляют. Маленький ребенок 2-3 лет смотрит на экран и танцует. И вы удивляетесь, насколько точно он копирует все действия, все эти движения. Наверняка у вас в садике тоже есть дети, которые очень хорошо копируют и движения, и голос, и какие-то вещи других людей. Почему? Потому что у них симультантные функции. Они воспринимают целостно все. И вот дальше уже в 4-5-6 лет начинает постепенно развиваться левое полушарие, которое целое делит на отдельные функции. И ребенок начинает воспринимать отдельные детали. Вот рука – это отдельная часть, пальцы – это отдельная. И благодаря этому идет усвоение вербальной информации, когда слова выстраиваются в ряд, когда цифры имеют свой порядок. Не 1, 7, 10, как получится, а 1, 2, 3, 4. И дальше, именно благодаря сукцессивным функциям ребенок начинает собирать вот эту пирамидку. Обычная пирамидка – большая, чуть меньше, чуть меньше, еще меньше, и в конце самая маленькая. Пока эти сукцессивные функции еще не развиты, он будет просто их надевать на эту пирамидку. А вот порядок – это уже сукцессивные функции развиваются. Музыкальные способности – это симультантные функции. Но когда ребенок садится и разучивает по пальчикам, только разбирает музыкальное произведение, у него включается левое полушарие. Разбор по нотам – это левое полушарие. Поэтому, когда начинают с малышами работать, они не разбирают по нотам. Им показывают, как играется, они моментально схватывают и играют очень хорошо. И постепенно наша задача – помочь детям, чтобы левое полушарие заработало. Дальше в школе возникает другая проблема. Левое полушарие настолько загружается, что правое полушарие перестают работать. Поэтому сейчас в курсе для больших, для старших классников или для взрослых людей – правополушарное рисование, какие-то правополушарные технические задания, чтобы у них начало работать творческое начало. Вот что самое интересное. Задача кинезиологии в том, чтобы развивалось левое полушарие, при этом правое не уступало своей позиции, а не начали бы сотрудничать вместе. И в этом у нас помогает что? Вот мозжечок, вот это левое, правое полушарие соединяется с маленькой частью отростка, мозжечком, которые регулируют их одновременные движения. Когда они параллельно работают, когда работают и суксессивные функции, и симультантные, мы можем работать, оперировать двумя руками одновременно, двумя половинками нашего тела. Суксессивные функции – это слуховое восприятие. То есть мы детям начинаем обращать внимание. А давайте послушаем, а что мы слышим? А это что за звук? Откуда звук? Усвоение звукословой структуры, навык последовательной речи. И вот эти все действия – суксессивные функции. Образовательную кинезиологию связывают с именем Пола Денисона. Он создал систему всего лишь 26 упражнений. Почему он сделал? Во-первых, он психолог, педагог. И когда он познакомился с медицинской кинезиологией, он увидел, как мозг управляет действиями, или действия, определенные действия помогают включению мозговых способностей, меняется настроение человека, и он начал вот этим заниматься. Создал книгу. Раньше в интернете бродила брошюрка, она и сейчас есть, гимнастика для мозга. Там 30 с чем-то страниц. Но сейчас, слава богу, вышла вот такая большая книга, книга для учителей и родителей, которую очень рекомендую приобрести, если вас заинтересовала кинезиология. Там подробно даны упражнения для различных случаев, и описывается, как они влияют, как они подействовали на тех детей, которые пользовались ими. Причем не только дети дошкольного возраста, но и школьного. Эти упражнения разделены на 4 группы. Формирование произвольностей, то есть это когда приводит к осознанию ребенка, что в начале, что потом. Упражнения, повышающие энергию тела, которые необходимы для того, чтобы сделать растягивающие упражнения. Оказывается, вот эти наши потягушечки, когда мы утром встаем, потягиваемся, это отдельная группа упражнений, которые сильно помогают в общем развитии упражнений, повышающие позитивное отношение. Друзья мои, кстати, я говорю, говорю, но так и не спросила. Я вижу, какая широкая у нас география. Приветствую вас всех. А скажите, вы кинезиологию используете у себя на работе? Или пришли познакомиться? Пожалуйста, единички поставьте те, кто уже давно использует кинезиологию, и двоечку те, кто впервые соприкасается, вот с этой пришли просто узнать, а что это такое. Ага. Как я вижу, большинство уже знакомы с кинезиологией, но есть и те, которые впервые встречаются. Ага. Вот. Ну, половина на половину. Ну, что ж, здорово. Так вот, эти упражнения, из этих 26 упражнений можно сделать, собрать комплекс. То есть не обязательно каждый дел, делать все 26 упражнений, а можно взять хотя бы 4 упражнения, но из каждой группы. И это все называли словом темп. Т – это тонус, упражнение, которое поднимает тонус. Э – энергию, мысль и позитив. Ну, давайте сейчас мы посмотрим на примере. Например, темп для чтения. Если мы возьмем даже самый вот этот первый сборник, который тоненький и худенький, страниц на 30, ну, увидим группы упражнений, которые помогают для чтения. Например, для чтения, просто процесса чтения. Кнопки мозга, перекрестный шаг, ленивые восьмерки, бабочка прослеживания. Для чтения вслух, а тут включается еще голосовой аппарат, добавляются вращения шеи, энергетическая зевота, перекрестный шаг, рокер или другое название, тоже имеет брюшное дыхание. Ясное слушание, думающий колпак, перекрестный шаг, слон крюки. И смотрите, что получается, друзья мои. Слушание тоже важно. И включить навык слушать и слышать, это помогает физически упражнение. Сейчас мы познакомимся с этими упражнениями. Готовы? Поставили огонечки? Так вот, кнопки мозга. Они нужны для того, чтобы включить сознание, включить мозг для работы. Вы можете даже сами для себя сделать. Что мы берем? Берем два пальца, можно большой указатель, а можно средний указатель. Находим ключица. Где у нас ключица? Под ключицами мягкие впадины. И начинаем их вот так крутить пальчиками. А рука, вторая рука на пупке. Поставили и спокойно дышим. Покрутили секунд 30. Можно в другую сторону. И поменяли ручки. И в другую сторону. Если вы сделаете это в спокойном состоянии, ну, сейчас вы немножко слушаете меня в внимание расфокусированном, вы почувствуете, как меняется внутреннее состояние. Вот чуть-чуть, но поменялось. Да? Вот поменялось. А следующее упражнение – еще чуть-чуть, и что-то меняется. Кнопки мозга. Дальше. Перекрестный шаг. Мы говорили, что у нас правые, левые полушария. Нужно, чтобы они параллельно работали. Чтобы работая один, не выключая голову, не говорил, ты ненужный, давай-ка я все буду делать. Что мы делаем? Мы делаем обычную ходьбу. Вот. Правый локоть, левое колено. Левый локоть, правое колено. И иногда можно коснуться сзади. Вот, как видим, на картиночке девочка касается пятки. Можно это делать в положении лежа, в положении сидя. То есть, как это сделать? Во время обычной физзарядки утром мы включаем эти упражнения. Не обязательно их делать прямо-прямо перед чтением. Но можно и сделать. Детки же устают, и когда перед тем, как сказать какие-то буквы, они могут сделать. А могут даже и по-другому. Они делают это и выкрикивают буквы, которые им показывают, может, на экране, и стать эти буквы. А они делают? Но мы помним, что каждое упражнение делаем не более двух минут, чтобы это не надоело, чтобы не устали. Ленивые восьмерки. Почему ленивые? Потому что она лежит. Кстати, давайте сделаем тест. Есть очень интересный тест Юнга. Мандала Юнг называется. Тест Юнга. Ленивые восьмерка. Возьмите ручку и бумагу. Даю вам 30 секунд. Надо на ней карандашком или ручкой нарисовать вот этот знак бесконечности. Лучше сделайте три штуки. Первый, второй, третий. Для чего этот тест? У нас есть модальность восприятия. Кто-то аудиал, больше воспринимает информацию ухом. Кто-то визуал, кто-то киноэстетик. У кого-то активно левое полушарие, у кого-то правое. Так вот, этот простейший рисунок позволяет определить, какой у вас способ восприятия информации. Сделали? Поставьте огонечки, если уже нарисовали. Я еще пока не открываю. Сейчас открою расшифровку. Вот. Нарисовали. Здорово. Ну что ж, открываю расшифровку. Смотрим. Мандала Юнга или тест на определение модальности восприятия. Вначале смотрим левый первый рисунок. Смотрите. Если у вас левая половина больше, чем правая, то у вас правая полушария мозга работает лучше. Поскольку у нас перекрестный, левой рукой управляет правая полушария, правой рукой левая полушария, у нас все наоборот идет, то здесь тоже мы смотрим. Зеркальное. Вы можете определить, ну не столько вы левша или правша, но какое полушарие мозга у вас доминирует. Если правое полушарие мозга, то значит вы творческая личность, более творческий. Если левая, то вы организованный, структурированный человек, у которого дисциплина, логика, все вот так хорошо включено. Дальше. Место соединения спущено вниз. Это визуальный тип восприятия. Когда приподнято вверх, кинезиологически. Почему я попросила три раза нарисовать? Потому что вот иногда бывает где-то незначительно, чуть больше, чуть меньше, непонятно где. А когда сделали три, уже вы определяете, где все это происходит. Аудиальный тип восприятия, когда они такие длинные, идут в сторону. И гармоничный тип восприятия, когда все равномерно идет, когда вот такие круглые, два кругляша равномерных. Почему? Смотрите, когда у нас все три разные, но, наверное, вот этих сцеплений у них какие-то общие есть. Обратите, Евгения, внимание. Вот я когда нарисовала, у меня вышло аудиальное. Но я музыкант, и на самом деле аудиальный. Кстати, с аудиальными детьми есть одна такая сложная, интересная вещь. Вы им говорите, а они вам в глаза не смотрят. Визуал вам посмотрят в глаза. Это кинезиологический, неправильно написал, друзья мои, кинестетический тип восприятия. Боже мой. Кинестетический, кинестетика, то есть телом восприятие больше, телом, звуками, запахами. Они тонко чувствуют для них. Важно, чтобы одежда к телу прилипала, вот приятная. Зачем нам это нужно? Когда мы будем знать, как человек воспринимает, аудиальный тип будет смотреть мимо вас. Вам кажется, что он вас не слушает, но при этом он настолько воспринимает глубоко ту информацию, которую вы говорите. Смотрит мимо вас, но он слушает. При этом визуал смотрит вам в губы. Вы думаете, он вас внимательно слушает, но он читает по губам. И может, кстати, неправильно прочитать. Вот такой казус может быть. Иногда аудиалов мы воспринимаем, что эти дети вообще не слушают, и с ними говоришь, а они не обращают на тебя никакого внимания. Друзья мои, они ухо приблизили к вам, чтобы лучше уловить информацию. Поэтому у них расширено, чтобы ухо воспринимало. Ну, вот такой интересный тест, который вы можете использовать, например, у себя в семье, с друзьями, даже с детьми, чтобы определить тип восприятия. Почему? Потому что по типу восприятия еще зависит, как мы обращаемся к деткам, на что. Послушай визуальный, да, аудиальный. Послушай, а посмотри, как это звучит, как это написано и так далее. Кинестетически, что мы скажем? А почувствуй, а потрогай. А если потрогать, а какой он на вкус, а какой он на вес, он сразу почувствует. Вот. Наталья, да, запись будет доступна через несколько дней, придет ссылка, она будет на ютубе, нашем канале. Вы можете, если опоздали, прослушать дальше сначала. Вот, тоже музыканты, восьмерки ближе к аудиальному. Ну, что ж, следующее упражнение, бабочка или прослеживание. Ну, сделали кнопки мозга, тоже самое, и во время этого упражнения, если мы смотрим, это уже смодулированный, чуть-чуть усложненный, и как будто у нас на носике кисть воображаемая, мы представляем этой кисть, и этой кистью рисуем бабочку вот так в воздухе, то есть у нас работает шея, шея, это бабочка, а прослеживание, когда мы смотрим дальнюю стенку на дальний конец, и глазами направляем, вот точка соприкосновения потолка и стены, да, вот такая линия, и эту линию прослеживаем. Иногда не эту линию, если у вас есть какая-то линия, но чуть выше носа, да, уровня горизонта, мы показываем на эту линию задачи ребенка, глазами проследить туда и обратно, по три раза в каждую сторону, или сделать, нарисовать красивую-красивую бабочку, почему именно бабочку, потому что бабочка сама по себе красивая, это эстетическое, в глазах включается что-то красивое, восприятие красивого, нежного, порхающего помогает вот так все это сделать, и они и шею раскручивают, то есть освобождается вот это напряжение, кровоток восстанавливается. Вращение шеи, вращение шеи используем особенно перед тем, как собираемся приступить к чтению, что мы делаем? Берем вот так, взяли, голову чуть-чуть, опустили плечики, опустили медленно, вот из стороны в сторону, уже позже можно вот так сделать, легонечко, не напрягаясь, на вдох, выдох, вот сняли напряжение, тогда уже легче будет петь, говорить, читать. Слон, тоже очень хорошее упражнение, что мы делаем, мы, а, мы, я показала восьмерки, но он не сказал, что делать, мы восьмерки рисуем руками, вот с широкой моторикой, да, вот сделали одной рукой, потом второй, потом можно их соединить, вот так восьмерки рисовать, да, просто вытянуть руки вперед, позже, усложнение, которое мы делаем, мы делаем параллельно восьмерки двумя руками, я сейчас маленькие показываю, а можно сделать большими, вот такими размашистыми движениями, тогда и плечи работают, а можно параллельно, два круга сделали, объединили, можно вот так, это уже более усложненное, а можно вот раз, восьмерку здесь, восьмерку там, двумя руками, параллельно сделать эти восьмерки, то есть их можно видоизменять, обогащать и сделать. Что делаем во время упражнения словно? Мы прикладываем щеку сюда, к плечику, можно даже иногда, бумажку поставить, чтобы она не упала, чтобы было соединено, вытянули руку, и эту восьмерку уже не рукой, а всем туловищем, передвигая туловище, при этом коленки чуть-чуть, те, преклонены, да, склонили коленки чуть-чуть, и вот так, словом, всем тяжестью, и когда мы детям даем образы, у него уши такие большие, он ушами внимательно слушает, концентрирует внимание. После этого упражнения ушки начинают лучше слушать, увеличивается еще и зрение, потому что глазками наблюдаем за кончиком руки, и как бы продолжение руки в воздухе чертим вот этот слон, да, эти круги, ленивый восьмерка. Когда мы делаем просто восьмерку, мы еще можем на доске мелом это рисовать, можно уже когда постепенно, из большого переходим к меньшему, на листке бумаги, двумя руками одновременно, одной рукой, как получится. Качалка или рокер? В старом издании это звучало рокер, в новой книге качалка. Садимся на попу, на ковер, да, опираемся. И начинаем кататься слева направо, справа налево, и с плеча, можно вот так и тоже взяться за коленки, и позвоночник как бы катается вверх-вниз, вверх-вниз, с плеча на таз и обратно. Вот это откидывание назад, вперед, помогает снять все напряжение. Мы можем, вот смотрите, даже написано, как говорит автор, начинайте массировать сначала одно, потом другое бедро. Начинаем плавно массировать во время этих движений. Повторяю форму ленивой восьмерки. Вот эти кругообразные движения во время массажа, во время вот этих движений, когда мы коленками, всем телом, где угодно. Если взять, это очень хорошее танцевальное движение. Да, вот когда мы танцуем, вот это женственное движение бедрами, оно и рисует бедрами, по сути, мы рисуем восьмерку. У мальчиков тоже можно по-другому сделать, ну, чтобы не было женственно, но все-таки восьмерку тоже можно спокойно, как физическое активное упражнение сделать. То есть любой частью тела, когда мы делаем круговые движения, круг – это самая гармоничная форма, при этом смещаем направление, вот эта восьмерка смещает направление вверх, вниз, вниз, вверх, то это работает особенным образом. Энергетический зевок или энергетизирующий зевок. Что мы делаем? Просто зеваем со звуков. Попробуйте сами тоже. Повторили, при этом мы ставим руку и наблюдаем, где у нас напряжение. Просто внимание обращаем на эти самые точки. Где у нас напряжение? И снимается. Друзья, кстати, вот сейчас я показываю, вы какие-то упражнения со мной делаете, обязательно делайте, потому что так лучше запомните, и мозг будет лучше работать. Если делаете, поставьте огонечки. брюшное дыхание. Ну а что? Мы опускаем подбородок. Почему? Когда опускаем подбородок, у нас здесь стягивается, можно представить, что нас вытянули за вот отсюда с макушку, вытянули вверх и чуть-чуть опустили подбородок. В йоге это называется верхний замок, да, есть верхний замок, нижний замок. Вот. А потянули и при этом выравнивается позвоночник и вот здесь вытягиваются позвонки. Начинает спокойно циркулировать энергию. Там потом мы что делаем? Выталкиваем воздух, используем мягкие выдохи, то есть одна рука на животе, можно на пупке, ниже пупка, и мы как будто оттуда мягко выталкиваем и сильно не так резко, а мягко. Как будто перышко выдуваем. И когда все закончится, уже живот как бы втягивается к позвоночнику, можно даже чуть-чуть сложиться. И вдох. Плавный, глубокий вдох. Так вот, важен именно выдох. Почему? Когда вы выдохнули, вы создали вакуум, и в этот момент включается вот этот вдох постепенный. Светлана сделала знак взрыва, я не знаю, это хорошо или плохо, если можно, пожалуйста, словами расшифруйте, с чем связан ваш этот знак, такой смайлик. при этом рука будет приподниматься и опускаться, брюшное дыхание позволяет глубоко вдохнуть и снять психоэмоциональное напряжение. Повторяем несколько раз и переходим к обычному дыханию. Иногда дети побежали, у них все перепутано, дыхание сбивается, вот можно сделать это упражнение, она нормализует дыхание. Крюки и сцепления это упражнение, которое рекомендуют всем, даже называется упражнение молодости для нас взрослых. Стоим перекрещивая ноги, дальше берем руки, вытягиваем вперед таким образом, берем сюда и все, и взяли. И вот в таком состоянии держим около вот здесь наши вилочковые железы, при этом спокойно стоим, медленно дышим. На вдохе кончиком языка прикасаемся к твердому небу, кстати, дети сразу это не сделают, вначале вот учим только внешние движения, а потом язык к корням верхних зубов и на выдохе расслабляем язык. при этом глаза могут смотреть вверх или наоборот вниз, сосредоточены вниз. Когда уже постояли сколько надо, мы что делаем? Соединенные кончики отпускаем, вытягиваем перед рукой и создавая вот такой треугольник, ставим на уровне лобковой кости, да, но детям можно сказать верхние пальчики на уровне пупка, остальное ниже, тогда схватывается. И вот постоять в таком положении, вот минутку подышать снимает психологическое напряжение, если у вас есть какое-то эмоциональное напряжение, если какой-то вопрос вы не можете решить, то делаем это упражнение, да, вытянули руки, вот так, повернули сюда, постояли, подышали несколько раз, язык прижат к корням зубов, а потом выровняли, потянули, отпустили и поставили вот в такой форме треугольничком сюда. Все. Сова тоже очень хорошее упражнение, попробуйте, а вот сейчас вот вы сидите или стоите, поверните голову, вот, и понаблюдайте, сколько она, голова пошла, да, а теперь взяли рукой и помассировали сюда, здесь, вот здесь, помассировали и повернули шею, и вы увидите, что сейчас шея пошла глубже, то же самое здесь, а что произошло, а нормализовался кровоток, и при этом еще можем ух, сова, да, сжали мышцы, повернули голову, посмотрели назад, еще и глазами туда посмотрели, делается, во-первых, активируются глазные мышцы, у нас расширяется периферийное зрение, снабжается мозг кровью, идет кровоток, нервные связи улучшаются, и еще при этом мы говорим ух, да, сова ночью ухает, ух, на выдохе, нажали, и вот по три раза, в первый раз делайте по три раза, потом нужно четыре-пять, но помним каждое упражнение не более двух минут. Принцип организации нашей работы, он всегда от простого к сложному. начинаем просто, постепенно усложняем. От конкретного к абстрактному мы руками показываем, да, вначале показываем внешние мышцы, руки, движения, какие идут, а потом уже те, которые не очень видны. Дальше, когда дети читают, чтение тоже, да, вначале мы даем образ арбуз, барабан, морковь, потом морковь, это буква М, да, цвета тоже самые, цвет, он прикрепляется к какому-то предмету. От контрастного, предметного к символическому. Очень хорошо, если эти буквы у нас есть в виде этих пластиковых букв, или картон нарезан, когда можно подержать в руках, посмотреть, начертить, а потом это уже символ. А на что это похоже в природе наблюдаем? Ой, смотри, эта ветка как буковка М, то есть мы переходим к символическому. От контрастного к оттенкам, вот, красное, розовое, малиновое какие оттенки, да, пошли, то же самое, синий, темно-синий, голубой, фиолетовый уже с другим оттенком. От общего к частному и от крупного к мелкому, то есть мы вначале все эти восьмерки делаем большой рукой, а потом мелкой. Буквы тоже мы рисуем руками большими, вот так, большими взяли, нарисовали, а потом уменьшаем. Есть, вот эти все предыдущие упражнения были из книги Пола Денисона. Но очень есть у Марчевой Габараева книжка, которая называется «Гимнастика не для мозга, а для ума». И вот здесь тоже очень хорошее упражнение, они более подобранные, практичные для детского сада. Мы берем ручки, кулак, ладошка, да, потом чередуем. Кулак, ладошка, кулак, ладошка. При этом можно, например, усложнить каким образом? Кулачком стукнули по столу, ладошкой, стукнули, а кулачком взяли. Можно ладошкой на коленку, а кулачком ударить по столу, а потом похлопали и поменяли кулачком, другим кулачком на стол, а другой ручкой уже на коленке, то есть чередуя, усложняя это упражнение. Дальше кулак, кольцо. Мы взяли большой указательный, большой и средний, большой безымянный, большой мизинчик, да, раз, два, три, четыре. Вначале одна рука, потом другая, потом мы делаем параллельно, синхронно, а потом мы можем сделать наоборот. Здесь большой мизинец, а здесь большой указательный, и меняем. Дальше мы можем чередовать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть это усложнения идут постепенно. Одно и то же упражнение, вы видите, как много модуляции может иметь. Есть кастрюля и крышечка, вот раз, хлопнули, кастрюля и крышечка, хлопнули, хлопнули. Легче без хлопка, кстати, хлопок это сложнее. Лайк, классно, да? Класс и кольцо. Вначале сделали это, потом сделали это, а теперь поменяли. Вот это так, это рука, класс, а вот это кольцо. При этом для усложнения мы делаем хлоп. Вот попробуйте сами, раз, хлопок, два, хлопок, о, я уже путаюсь. Видите, вот таким образом, даже замечаете, одна рука, верхняя, вот класс хочется верхней, а хлопок, вот кольничка вот здесь. Вот таким образом делаем упражнения вначале сами, потом с детьми. Мы делаем такие перед рисованием и разогревать ручки и гимнастика вот сложновато. Да, постепенно. Смотрите, есть еще и цепочка движений, то есть мы показываем картинку и объясняем. Или уже наши речевые команды можно по картинке, это одна история, речевые команды это умение слушать. Когда ладонь, надо хлопнуть в ладоши, кулак стукнуть двумя кулаками о стол, нога топнуть ножками. И вот мы видим порядок действий. Да? Ладонь хлопнули, хлопнули, ладонь ножками топнули. Да? Мы уже не говорим хлопнули, топнули, это может быть на начальном периоде, когда только-только начало. В начале отдельно разучили эти упражнения, а дальше мы коротко говорим ладонь, кулак, нога. Да? Ладонь, кулак, нога. Ножки топнули. И вот когда чередуются вот эти целые цепочки, что это дает? Это развивает как раз-таки произвольное произвольное действие, когда внимание, это же сохраните внимание, чтобы это все правильно сделать. Когда ошибаемся, друзья мои, всегда смеемся. Улыбнулись, посмеялись, а сейчас постараемся еще лучше. Почему? На начальном этапе важно просто сделать. Просто сделали. И даже не надо говорить хорошо, неплохо, ой, ты ошибся и так далее. Главное, чтобы было весело. Да? А потом начинаем постепенно внимательнее. А у всех неправильные ручки? А ну? Ой! И вдруг у них включается вот такое, да? Навсегда вот важно доброе расположение. в начале сделать хоть как-то надо, чтобы дети включились. Потому что если мы изначально будем требовать качества, они испугаются, перестанут вообще делать, не будут. Вот это тоже важный момент. Упражнения с предметами кубики. Можно взять два кубика и что делать? Переворачивать от себя, переворачивать на себя, ставить на коленки, поднимать, передавать из руки в руку. Дальше можно одно от себя, другое вот камень, забор солнца, да? Вот эти все разные упражнения. Здорово! Упражнения с мячиком. Берут обычный массажный мячик, чтобы еще и массировал эти с острыми иголочками, да? Но не очень, не совсем острые иголочки. Берем этот мячик в одну руку, перекидываем, перекладываем, перекладываем, перекладываем. Можем даже ножки помассировать себе. Вот потрогали, дали, левой рукой отдали соседу, вот в паре сидим, да? Дали руку отодвинули, далее можно сделать хлопнули, там передает в другую руку тут тоже, и уже диагонально, по диагонали передает. Вы можете придумать все свои правила, какие хотите варьировать. Например, мы играли, да, раз, хлопки, вот раз, два, там, три, четыре, вот, можете каждый раз что-то новое придумать. Есть какое-то опорное упражнение, которое вы регулярно делаете, они на этом разогреваются, а потом другое. Рисование двумя руками. Вначале круги просто взяли, круги намотали, много-много-много-много-много-много, потом можно черточки, 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 вверх-вниз, вертикально, горизонтально, и постепенно начинаем какие-то заборчики рисовать, расширить. Причем здесь важно смотреть в центр, не налево, не направо. Благодаря этому у нас расширяется периферийное зрение, и мы, ребенок, может взглядом ухватить слово целиком. Это тоже важный навык. Дальше упражнение с карандашами. Это особенно перед тем, как приступить к письму, мы берем карандаш, ручку, катаем в руках, вот так катаем, катаем, дальше держим и вот так крутим. Почему? Ребенок начинает координировать движение пальца, передавать, оп, оп, другими пальчиками взяли, да, вот этими, этими. Покатали, это уже массаж, а можно еще и так покатать сверху, да, различные массажи сделали, и вот это все такие приятные активные упражнения. Упражнения для развития крупной моторики, вот ухо-нос, да, вот так, так, то есть это в этих сборниках, в конце я приведу литературу, где вы найдете гораздо больше, вот из этих описанных начните, прямо вот скачайте слайды, вот сегодняшнюю презентацию, можете сделать. Очень много книг у Ольги Игоревны и Крупенчук, очень полезные упражнения, они как бы разработаны прямо для детей. Вот массаж, самомассаж фаланг пальцев. Берем пальчик и ананас, апельсин, абрикос, мандарин, фрукты хватили, да, потом вот на каждое ударение ананас, апельсин, абрикос делим на слуги мандарин, мандарин, фрукты. Можем сами придумывать, нажать серию слов, а можно просто повторять. Дальше, попугай, воробей, пеликан, соловей, птицы. Упражнение крот. В общем, что делается? Берем бумажку, ставим вот так, чтобы ребенок не видел своей руки, и он не видя своей руки, не видя, вот это важный момент, он не видит, но начинает управлять своими руками. А под травкой черный кротик, что мы делаем? Спрятал беленький животик, а под травкой черный кротик, под травкой, закрыли. Что он делает? Сжимает, спрятал беленький животик, кверху вытянул усики, усики, да, потянул маленький хвостишко, поднимает, поднял маленький хвостишко, еще и мизинец Это управлять мышцами, не веди их, довольно-таки сложно. Распрямили кисти, дверь открыл в своей кладовке и взял крупиночку перловки и соединили пальчики. Вот такие потрясающие упражнения. Биоэнергопластика, ей посвящена отдельная книга, это тоже направление, связанное непосредственно с кинезиологией. Когда соединяется движение органов артикуляционного аппарата с движениями кисти в пальце руки. Вот покатился колобок, да, мы трем руки, и что мы делаем? Это сопряжение, основной принцип здесь, так, чтобы кисть, руки, пальцы повторяли движение, имитировали движение речевого аппарата. Прыг-скок, прыг-скок, да, как бы слово «хлопок» заспинуло, хлопотка перед собой или с партнером, да. Прыг-скок, прыг-скок, то есть похлопали за собой или плечики расправились, и активность пошла. Ну что, и в завершение, друзья мои, могу вам порекомендовать следующие книги, которые вы можете взять. Пола Гейл Денисовна «Гимнастика для мозга», вы увидели столько упражнений, их там намного больше. Марчева и Габараева «Гимнастика для ума», «Мяч и речь», как с помощью мяча делать различные упражнения, которые помогают речи. Кропенчук «Движение и речь», «Кинезиология в коррекции детской речи» и того же автора «Биоэнергопластика» и «Интерактивная артикуляция гимнастика». Вы увидите огромное количество других книг, и этих авторов, и других, которые можете использовать. Все это вместе помогает тому, чтобы ребенок начинал понимать, что такое символ, буква, что оно означает, как он их может соединить. Вот так вот, коллеги мои, на этом я завершаю сегодняшний вебинар. Надеюсь, вам было интересно, и вы возьмете себе в работу то, что сегодня получили. О, спасибо, Майя Стоянова. Так, у вас остались ли какие-либо вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну что ж, тогда я с вами прощаюсь. Сейчас Татьяна Телегина вам расскажет, как вы можете приобрести сертификаты и как это использовать. До свидания, друзья мои, коллеги. Скачивайте вот эти слайды, действительно, они вам... Продолжение следует... Продолжение следует...